Я продала свою машину! Всем привет, девочки и мальчики! Всю ночь не спала, смотрела различные видео-обзоры. Я не любитель просмотров автомобилей, там все эти тест-драйвы, но сегодня помою свою коробчонку, буду выставлять ее на Авито, продавать. Мне нужно заниматься подбором машины. Поеду сразу же по пути на своей грязненькой машинке в салон Шкода и буду смотреть Рапид. Потом я хочу посмотреть еще Форд Фокус. На них сейчас хорошие скидки, потому что они с рынка российского уже уходят. Еще Hyundai Solaris. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Я хочу машину новую, чтобы я четко понимала, что мне не нужно лишний раз заниматься ремонтом, потому что я девочка, и мне это не нужно. И чтобы приятно было в ней, комфортно, конечно, ездить самой. Хотя после Калины, наверное, будет комфортно ездить в любой машине. Ну что, поехали! Hockey Edition это в итоге что? Это пакет опций по специи. Только в белом цвете. А так, ребят, посмотрите. Но в целом мне вообще понравилось. Ругают постоянно вот всякие чашки там здесь внизу. Ну как бы меня это вообще не смущает. Момент, багажник огромный. Посмотрите, он реально как будто как в Октавии практически. И здорово, что вот эта крышка может делаться либо в этом положении, либо накрываться сверху. Я буду брать механику и 1,6, потому что это подешевле, и меньше шансов на то, что что-то может поломаться, и что-то надо будет ремонтировать. Здесь вот эти пороги. В обычных комплектациях вот этих штук нет. И почему Hockey Edition выгоднее даже брать, чем базовую, комплектовать, потому что здесь уже есть кондиционер, подогрев, зеркал. Если пакет этот опций не брать, то будет просто целиком складываться спинка. А с пакетом Hockey Edition она уже делится 60 на сон. А, если не нужно весь багажник полностью, допустим, загружать, и может человек даже там сидеть. Да, и оставить вместе под пассажем. Да, ну здорово. Стеклоподъемник есть, блокировка также задняя. А подогрев вот этих зеркал есть здесь? Подогрев зеркал в данной комплектации нет. В данной нет. Но салон, по-моему, поуже, чем в Rapid, да? Лобовое поуже, что ли? Ну, по впечатлениям у меня. Присядьте на задний ряд. Опа! Ой-ой-ой, господи. Видите, даже вот я сажусь и уже чуть-чуть задеваю. Смотрите, багажник у нас открывается. Можно у вас звонить с той стороны. Есть, ну, прямо на самом багажнике. То есть, багажник у нас по объему идет 460 литров. Ну, тоже, в принципе, большой. Только вот эта отличается верхушка, что здесь. Да, просто кузов у них разный. Есть кузов у них и лифтбэк, и у нас идет кузов седан. Задние сидения также складываются. Складываются целиком или наполовину? В данной комплектации целиком, в других комплектациях складываются пропорции 60 на 40. Полноразмерное запасное колесо. Автомобилем также идет домкрат, баллонный ключ. Дополнительный ниш, то есть, если вам нужно что-то здесь положить, получайте вот за эту разницу. У нас идут сразу литые диски на автомобиле. Так, а здесь что тогда у нас? Здесь и стальные диски с декоративными карпаками. Здесь уже будут литые диски. У нас идет заводская тонировка, уже 65% стекол со светом поглощения. Здесь атермальное остекление также идет, но здесь она более усилена. Здесь вы получаете подогревы передних сидений, наружных зеркал, электроапрегулировка, джойстик здесь идет. Вот как пропит. Также есть складывание зеркал. Плюс у вас на зеркалах будут идти повторители поворотов. Сенсорная магнитола. А, по сиденьям по-моему другие, да? Отделка сиденья уже просто нет. Так, сколько суммы вы сказали? 805 тысяч рублей, если двигатель 90 лошадиных сил. Подогревы передних сидений. Максимальное положение и минимальный подогрев. Сенсорную магнитолу. Мы с вами настраиваем здесь, например... А там получается что у нас? Там у нас идет кнопочная магнитола, но также она у нас поддерживает и USB, аукс и SD карточку. Здесь у нас полностью сенсорная. Можем, как и в той магнитоле, подключать телефон по Bluetooth. Дополнительно здесь идет подключение телефона через USB разъем, то есть UpConnect. Android Auto она поддерживает, Apple CarPlay. Навигатор получается здесь на экране. Да, кондиционер, 5-ступенчатая механика у нас. У нас рулевое колесо изменилось. У нас идет спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой. Круиз-контрольная. Внешне и внутри мне Skoda понравилось больше, потому что там просторнее. Лобовое стекло там просторнее. Volkswagen она вся такая немножечко маленькая что ли. Пакет Hockey Edition, значит, актив. Машины обе 2019 года. Я бы рассмотрела и 2018 год, ну, чтобы цена поменьше была. Душа пока лежит, крапит, потому что я же девочка. И прежде всего я обращаю тоже внимание на внешний вид. Она более такая обтекаемая. Она более такая широкая, дутенькая. Более интересная. Помою, наверное, свою машину. Заодно перекушу. Наверное, так. Намыли мою ласточку. Чистенькая, сушится. Сейчас подсохнет. Нафотографирую ее. Это автомобиль с мотором 1.6. Мотор цепной. Имеет три датчика натяжения цепи. Мотор 123 силы. Машина на механике. Механика шестиспенчатая. Машина в комплектации Active Plus. Это одна из самых популярных комплектаций. На салон мне нравится. Вот внешне... О, а в моей комплектации будет вот эти все управления на руле, да? Да, это как раз та комплектация, которую я... Мне вот в полу этим она понравилась. В Rapid не предоставлена вот в моей комплектации. Здесь, получается, из преимуществ машина имеет пятилетнюю гарантию. Но здесь очень широкий порог. Давайте задней посмотрим. Да, машина имеет... В полу очень тесно мне показалось сзади. Наверное, отодвинуты слишком передние сиденья, да? Сидел до отварения высокий. Просторно. Лучше, чем в полу, это точно. Я вам поэтому вам и говорю, что она самая большая в классе. Действительно, она чуть-чуть пошире, чем Rapid, по-моему, да? Даже больше, чем Focus. Выше потолок, чем Rapid, это точно. Ну, пола-то однозначно даже не стоит здесь рядом. Мне нравится, что вот эта модненькая выглядит панель. Пободрее, чем даже вот в полу и в этом в Rapid. Очень красивая подсветка, синего цвета, такой. Велосипеды детские. Конечно, да. Просто багажник в Rapid, конечно, круче. Там вот этой штуки нет. Багажник там точно такой же. Окно загрузки большое. Да, да, да. И набор ключей. Корзины просто нет, как бы у них там аккуратненько все выглядит. Резина уже 15-й, наверное, идет, а не 14-й. 15-й резина стоит здесь. Здесь плюс датчики давления в шинах стоят в каждом колесе. То есть, вы будете ехать на автомобиле, вам будет показываться, как раз прочность автомобиля. Машина сделана на 70% из высокопрочной стали. Зеркала, они собираются или нет? Складываются только вручную. Автоматически не складываются. То есть, можно ровно вот так очень легко сложить. Полностью оцинкованный, очень надежный цепной мотор. Механика шеступенчатая. Очень низкий расход топлива за счет того, что механика шеступенчатая. Вызывая экстренной помощи. У нас есть на потолке стоит кнопка вызова экстренной помощи. Эроглонасс. Она сейчас есть у всех. Даже на автовазе у нас работает по-особенному. Давайте я вперед сейчас присягу. На этой кнопочке, когда нажимаете, попадаете не в службу помощи экстренной, а попадаете в службу помощи клиентам Хёнда на дороге. То есть, любая проблема с автомобилем, вплоть до того, что у вас закончилось топливо, то у вас в локтях гораздо больше будет места, чем в Рапиде. То есть, Рапид более узкая машина. Чуть-чуть. И полый Рапид. То есть, если мы с вами сядем, места хватит всем, в принципе. Так, окно как будто больше, как будто я вижу. Да, остекление больше гораздо. Очень узкая стойка. Как раз из-за того, что машина сделана из прочной стали. Да, у него очень узкая стойка. Так, а здесь такая длинная, ну вот эта вот глубокая панель туда. В Рапиде такого нет. Создает ощущение какого-то простора, да? Да, в машине две подушки безопасности. У нее подвеска полностью состоит от Элантры, поэтому машина на дороге стоит очень уверенно. Ее не болтает на дороге. Очень хорошая. В принципе, мне тут комфортно. Голова все больше наполняется кашей непонятной. Что у меня по Солярису? Комплектация, которую я смотрела, это Актив Плюс. Стоит она 873 тысячи. В целом машина понравилась. В общем, я устала. Утомительное дело. Форд Фиеста насчитали мне 722 с учетом программы «Семейный автомобиль». Фокус 800 с чем-то рублей все-таки. Садись, девчонок. С той стороны. Пореехала залежа сейчас в магазин и буду переваривать все это. Буду звонить в следующие салоны. Может быть, будут более выгодные предложения. Как-то так. Все, на этот момент я продаю свою ласточку. Мою маленькую ласточку. Ее даже не буду скучать. Я продала свою машину, ребята. И я теперь без колес. Отъезжает моя ласточка. Вот, все. Теперь, теперь уже дело остается за малым. Не знаю, интересно, сколько я буду еще без колес. Очень хочется уже что-то новенькое. И вот-вот-вот она поехала, моя красавица. Все счастливо. С Богом, в добрый путь, как говорится. Теперь только вот подбор машины. Новый. Либо с небольшим пробегом. Посмотрим. Привет, ребятки. В общем, сейчас расторгала... Расторгала... Расторгала. Ребята, привет. Сейчас расторгала договор с ОСАГО. В общем, если я его заключала в октябре, платила 6,5. И вот сейчас конец апреля. Где-то мне на перерасчет 2 с копейками будет. Ну, потому что там не полностью сумма отчисляется. И, кстати говоря, такой нюанс. С момента подачи заявления только начинается перерасчет. То есть, неважно, продали ли вы машину месяц назад, полгода назад. Как только вы подали заявку, вот только с этого дня и будут рассчитывать. Поэтому, чем раньше, тем лучше. Ну, если кто вообще собирается возвращать. Имейте в виду такой нюанс. Погода у нас неплохая. Прямо весна-весна. Я вот такая сегодня. Захотелось чего-то светлого. Хотя бы в одежде. Я в последнее время реально что-то устаю, ребята. Скоро будет трава. И просто будет супер. Прямо весна-весна.